Здравствуйте! Сегодня 22 апреля 2018 года и мы продолжаем отбирать мед. Сады продолжают цвести, уже зацвели яблони, взяток есть. И мы отбираем мед весенний, не нанеся вреду в темпе развития семьи. Ну и еще раз напомню, у нас если высококонцентрированное гнездо, сжатое, у нас семья очень быстро заполняет крайние рамки нектаром. Мы эти рамки вытягиваем крайние, на их место ставим сушь, а эти рамки, что мы убрали, мы их ставим в прохладное и темное место, и уже когда взяток, через месяц приблизительно взятка не будет, мы эти рамки с нектаром вставляем в наши междустени, в междукорпусные пространства. Тем самым мы не тормозим развитие семьи и хорошо встречаем главный взяток. Мы эти наши крайние рамки с нектаром вытягиваем, на их место ставим рамки сушь. И так повторяем каждые несколько дней, смотря от того годы. Так, ну сейчас быстренько возьмем. Вот это здесь у нас три наши рамочки, которые мы вытянули в прошлый раз. Сейчас в такое время на крайних рамках не должно быть расплода. То есть мы вытягиваем, ну можно там глянуть на всякий случай. Ну так по весу более-менее может быть. Тут много пирги, но это у меня старые рамки, они уже идут на перетопку. То есть когда мы уже ставим наши междустени, они нектар выберут. Если останется пирга, то можно ее вытянуть оттуда и уже на перетопку. Так, сейчас у меня весы. Все, вот это у нас снова. И следующий, и с другой стороны. А тут тоже хорошо. Ну так для уверенности, так глянем. Нет расплода. Так же встряхнем туда. Все, мы их вытянули, на их место ставим сушь. Вот одна наша сушь. Ну и вторую. Мы поменяли и все там. Ну смотря какая будет погода. У нас было два дня похолодания. Если нормальная погода, там 4-5 дней. Если не очень, там до недели времени мы снова это меняем. И так продолжаем менять. Аж пока не окончатся, не перецветут сады наши. Не окончатся весенний взяток. Вот у меня контролька. Ну мы знаем все. Обычная погибка. Вы видите, что там ни одной пчелы нет. Это означает, что есть взяток в природе. Если там появляются пчелы, значит взятка нет. И мы уже это не делаем. То есть после этого начинаем обратную процедуру. Вставлять потихоньку, поочередно наши вот эти собранные рамки. Наш междукорбное пространство. Все, мы сейчас вот это вставляем и закрываем. Но для видео давайте еще посмотрим, как у нас идет развитие в середине. Наши дуночки. Так, тут у нас уже расплод. И тут у нас уже расплод. Так, вот этот не будет. Здесь наш расплод. Следующая рамка. Тут расплод. Тут расплод. Следующая. Тут расплод. Тут расплод. Ну, как бы, пошли в развитие. Мы уже помним. Первого апреля мы выпустили матку. И уже вчера, сегодня уже должен был выйти первый. Первые молодые пчелы. Значит, у нас уже раз, два, три, четыре, пять. Ну, и вот эта последняя. Тоже тут с расплодом. И тут уже засеяно так же. Маточка засеяла. То есть мы уже имеем шесть рамок с расплодом. Они уже вышли на свой такой оптимальный весенний уровень, где шесть центральных рамок с расплодом. А в это время крайние рамки всегда будут с нектаром. И они соты не запечатывали. Все, вставляем назад. И крайние рамки суш. Все, закрываем. Все, закрываем. Все, мы видим, что пошло развитие хорошо. А тут никакие доданы здесь не сравнить. Мы видим, что сечение гнезда 30 на 30. Гнездо концентрированное. Мы накрыли ее клеенкой просто тропики. Развитие идет. И тут нужно еще раз напомнить обязательно, что это почти вся наша пчела. Это августовская пчела. И что можно сделать? Какой главный месседж? Что если пчелу не насиловать, дать ей отдохнуть, поправить свое здоровье, свои силы, не травить ядохимикатами, так она может продолжать продолжительное время свою трудоспособность, жизнедеятельность и продолжить свою, скажем, биологическую жизнь. А как мы делаем, чтобы она отдохнула? Это только изоляция матки на землю. Вот это дает много плюсов и дает такой результат. Пчела отдыхает за это время, когда нет расплода, поправляет свое здоровье. Мы видим, что наши пчелы все серенькие, нет каких-то черных перетруженных пчел. Так что дайте своим пчелам отдохнуть, не травите их ядохимикатами, у них будет хороший иммунитет, и это касается в том числе и человека. До встречи! Еще вот так, ради интереса вот эти весы вот и возьмем нашу рамочку, а так скажем, приблизительно, сколько она свесит. вот это 2800. Ну, как же, не все такие, не больше, не меньше. Все, на этом все. До встречи!